Всем привет, друзья! Мы сегодня будем готовить мимозу из печени трески. Все, что нам нужно на экране, и еще три вареных яичка. Мы уже поставили отвариваться яйца, затем, когда они сварились, отделяем белки от желтков. Нам нужно это для того, чтобы рассортировать потертую желтую часть, желтковую. И затем мы будем, соответственно, то же самое проделывать с белковой частью. Но это, конечно, более сложный процесс, сразу скажу, потому что нервы даже не выдерживают. Поэтому, если можете мелко и хорошо нарезать ножичком, то думаю, что этот вариант вам больше даже понравится. Затем мы разрезаем огурец на такие вот сначала полосочки, брусочки, а затем на квадратики маленькие. Все это нарезаем. Следом нарезаем аккуратно зеленый лук. И все это разделяем на отдельные тарелочки. Здесь у нас печень трески, ее также меленько разрезаем, как огурец с луком. И таким образом у нас начинается самая интересная часть. Мы начинаем чередовать слои. Для этого нам понадобится на первый самый нижний слой лук высыпаем. Распределяем его аккуратно по тарелочке. Затем заливаем чуть-чуть майонезом. Я сначала сделала очень маленькую некрасивую дырочку, потом разрезала побольше и стала заливать майонезом гораздо удобнее и проще. В общем, первый слой немножко смачиваем майонезом. Затем второй слой у нас идет печень. Печень равномерно распределяем и также заливаем майонезом. Сверху огурцы. Огурцы засыпаем аккуратно майонезом. Сверху засыпаем уже яичной частью белковой. После того, как мы равномерно распределим белок, тоже очень-очень тоненьким-тоненьким аккуратным слоем майонез. Это будет последний наш слой. И после этого уже завершающим маневром мы посыпем наш желток сверху. И как раз таки вот, когда мы полностью наш салат закончим желтком, уже можно дать салату настояться и аккуратно уже ложечкой потом вытаскивать, накладывать себе. Смотрите, какие слои получаются. Вообще, если он подольше постоит, то будет даже еще вкуснее. Приятного аппетита!